Фотограф Сергей Юдин сфотографировал подсудимую Евгению Сухорукову, за что и был наказан. Вот этот кадр я сделал успел, и вот через секунду вот этот все. После чего Юдин оказался в руках приставов за нарушение правил суда. Съемка в коридоре здесь под запретом. В итоге Евгения Сухорукова вышла из зала суда с условным сроком. Фотограф Юдин вернулся с редакционного задания с административным штрафом – 300 рублей. По этому коридору за минувший год провели немало публичных персон. Большинство дел и коррупционные скандалы, и громкий процесс по делу о педофилии сначала разбирают судьи Петрозаводского горсуда. Потом, как правило, дела уходят в вышестоящую инстанцию. К работе горсуда приковано огромное внимание федеральной и региональной прессы. Очевидно, это внимание стало тяготить петрозаводских служителей Фемиды. Это, конечно, попытка помешать работе журналистов. Потому что, к сожалению, даже тенденция становится какой-то неприятной. Потому что многие не понимают, что то, что мы делаем, это мы делаем не для себя, а для читателей, для зрителей, для слушателей. Люди имеют право знать. Право на информацию, бесспорно. Труд репортеров, по сути, находится под охраной закона. Но внутренние распорядки Петрозаводского суда, действующие с 2013 года, ограничивают простор для прессы. Запрет на съемку прописан в параграфе «безопасность». Как у них эти правила написаны в связи с безопасностью нахождения в суде. Вот такая формулировка. Я не вижу, какая тут безопасность. Понимаю, там пьяный человек пришел, он как-то нарушает порядок, еще какой-то. А с оружием нельзя, это понятно. А тут-то что? Фотопорад пронести можно, снимать нельзя. Это противоречит здравому смыслу. Это вот просто местный представитель суда решил, вот хочу так и все. 300 рублей штрафа фотограф Юдин не заплатил. Он, заручившись поддержкой юриста, решил отстаивать свои интересы. Штраф Юдину, вынесенный мировым судьей, будет обжалован в Петрозаводском горсуде. Формально Юдин действительно нарушил правила. Поэтому фотокор и юрист решили обратиться в Верховный суд Республики и оспорить правила пребывания прессы в горсуде, в которых содержится запрет на съемку в помещениях. Это нарушение всех конституционных принципов. Это в первую очередь принцип открытости, гласности судопроизводства, прозрачности. Потому что мы сегодня видим, когда на всех уровнях, в федеральном, республиканском, звучат призывы об открытости судебной системы, ее прозрачности. А на практике мы видим совсем иное. Когда внутренним локальным актом ограничиваются фундаментальные права гражданина и профессиональные права журналиста. Ни один федеральный закон страны не запрещает репортерам производить съемку в помещениях суда. Процесс по делу фотокора Юдина может стать прецедентом в Карелии. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+.